Эта формула, понятно, может быть всего нескольким тысячам физиков на Земле. Впервые была выведена англичанами Джоном Эссомом и Майклом Фишером в 1963 году. Равенство очень красивое. Для ученых это один из признаков того, что теория верная. Но работало оно не во всех случаях фазовых переходов. Владимир Удодов, как и множество других физиков, задавался вопросом «почему?». А решение пришло только в этом году. В правой части классического равенства должна быть не двойка, а единица с некоторыми дополнениями. Альфа плюс 2 бета плюс гамма равняется 2. Вот раньше. Если вместо двойки будет выражение, предложенное Владимиром Николаевичем, тогда равенство Эссома Фишера будет работать для всех случаев и при всех температурах. Оно более общее, чем классическое. Результат ошеломил самого автора выведенной формулы. Статья в американском журнале «Физики конденсированных состояний» с описанием видоизмененной формулы стала одной из самых читаемых. Она оказалась на протяжении трех месяцев самой популярной. То есть ее чаще всего скачивали, то есть она явно интерес вызвала. Ее прочитали что-то в 30 странах на земном шаре. Так что это, безусловно, вызывает интерес. Поскольку это классические вопросы, считалось, что все там давно решено. Оказывается, это не совсем так. 700 просмотров и более полутысячи скачиваний. Пожалуй, это и называется мировым признанием. Пока неизвестно, добавится ли к названию формулы Эссома Фишера еще и фамилия Удодова. Но то, что его фамилию теперь узнали далеко за пределами Хакасии и России, это неоспоримый факт. До чего додумался Владимир Николаевич? Ну, не каждый додумается. И вообще это возможно в будущем это даст какие-то сильные результаты. Вообще это изменение теоретическое. То есть теперь надо будет как-то пересматривать теории, пересматривать процессы, расчета. На вопрос, как именно к нему приходят решения столь сложных задач, Владимир Удодов отвечает, что универсального рецепта нет. Если бы он был, тогда и открытие можно было бы планировать как бюджет на год вперед. Это тайна, покрытая мраком. Как до всего этого догадываешься, это объяснить невозможно. Ну, кстати, один есть прием. Вот иногда новые мысли приходят, когда я рассказываю что-то студентам. И, кстати, это же и Фейнон отмечал, что новые мысли в голову приходят не часто, но студентов учишь каждый день, пытаешься им рассказать как-то более понятно. Иногда или студенты какой-то вопрос зададут, или сам, когда расскажешь студентам, ты сам лучше понимаешь. Вот так бывает. Возможно, и на этой лекции Владимир Удодов, кроме рассказа студентам об устройстве Вселенной и видах материи, решает какие-то сложные теоретические задачи. Виктор Лушников, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.